Разработанный в начале 1970-х годов и запущенный в производство с 1976 года, автомобиль Москвич 2140 представлял собой глубоко модернизированный Москвич 412. Однако в отличие от моделей 408 и 412, пользовавшихся хорошей популярностью за рубежом и потому дававших стране неплохой экспортный потенциал, модель 2140 утратила свои экспортные возможности. Новая, перспективная модель 2141 еще только создавалась. Чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, на заводе было принято решение о модернизации текущей модели 2140, а главным образом создать более современные детали как интерьера, так и экстерьера автомобиля. Первые прототипы обновленного 2140 были готовы в 1977-х годах. Серийное производство модели, получившее наименование 2140 SuperLux или же 2140 SL, а также 1500 SL – это экспортное обозначение, началось в ноябре 1980 года. И в этом ролике мы разберемся, чем базовый Москвич 2140 отличался от Москвич 2140 SuperLux. Начнем с того, что SuperLux впервые в отечественной практике окрашивали металликом. Также была изменена отделка кузова. Новые, более крупные, задние фонари со стеклами из инновационного поликарбоната, более широкие пластиковые бампера с хромированными накладками, которые впервые использовали в СССР. А в передний бампер интегрировали габаритные огни и поворотники. Также появилась новая решетка радиатора со стеклоочистителями фар. А по бокам автомобиля установили резиновые молдинги с хромированной полосой. Однако все эти детали не изготавливались в СССР, а поставлялись югославской фирмой «Сатурнус». В окнах передних дверей исчезли форточки. Боковые зеркала также изменились, и у них появилась регулировка из салона автомобиля. А оконные рамки окрашивались в черный цвет. Колесные диски также получили изменения, вдобавок с оригинальными колпаками. Вместо диагональных шин М145 «Суперлюкс» получил радиальные Ми-166. Под капотом особых изменений не было. Автомобили оснащались мотором УЗАМ-412 мощностью 75 л.с. Очень редко под особый заказ АЗЛК мог поставить на «Москвич» 2140SL дефорсированный двигатель УЗАМ-412 мощностью 68 л.с. с колхозника. Однако вместо примитивного карбюратора К-126 «Москвич» 2140SL получил жигулевскую деталь производства Дмитровградского автоагрегатного завода. Причем изделие от ДАЗ было ничем иным, как лицензионным карбюратором «Вебер». Еще одно важное отличие «Суперлюкса» — это распределитель зажигания. Вместо обычного трамблера под капотом появилось лицензионное изделие фирмы Bosch с индексом P147. Как это повлияло на работу мотора, информации нет. Если кто владел этим автомобилем, делитесь этой информацией в комментариях. Еще одно новшество, которое получил люксовый «Москвич» — это новая система охлаждения двигателя с термостатом ВАЗовского типа и новую систему подачи охлаждающей жидкости в отопитель в салоне стало ощутимо теплее. В трансмиссии есть отличия. На «Суперлюкс» устанавливали скоростной редуктор заднего моста с передаточным числом 3,89. На базовой модели оно составляло 4,22. Теперь перейдем в салон автомобилей. «Москвич» «Суперлюкс» получил новую отделку салона — так называемая низкая приборная панель полностью нового дизайна. Изначально ее разработкой занималось американское ателье Raymond Lowe Design, те самые, что придумали дизайн бутылки Coca-Cola. За свою работу они получили 80 тысяч долларов, но в итоге предложили проект, который оказался слишком нетехнологичным и дорогостоящим для серийной реализации. По этой причине московские конструкторы были вынуждены заняться облагораживанием своего седана собственными силами. Архитектура передней панели была близка к так называемой низкой панели ВАЗ-2108. Однако на «Москвиче» такое решение было воплощено в серии раньше, чем на Тольяттинском переднеприводнике. Также впервые в советском автомобилестроении в салоне стали устанавливаться электронные часы, подогрев заднего стекла и радиоприемник А275, отсутствовавший в базовом оснащении обычного седана. На передних сиденьях с беступенчатой регулировкой появились решетчатые пластмассовые подголовники, новое рулевое колесо с утопленной ступицей и менее крупной сердцевиной, чем у руля базового 2140. Уюта в салоне суперлюкса прибавилось и благодаря ворсовому ковру пола, а также иной форме обивки дверей. Впрочем, главное нововведение – это цветовая гамма салона. Вместо мрачных и тусклых оттенков в интерьере использовались детали серого и бежевого цветов. Они смотрелись куда наряднее унылого черного пластика базового «Москвича». Но начиная с 1982 года, часть элементов флюксового «Москвича» была внедрена на базовый 2140 в целях унификации и улучшения его потребительских качеств, а именно. Более производительная система отопления, стекла передних дверей без форточек, решетчатые подголовники передних сидений и рулевое колесо нового дизайна. Если вы еще знаете отличия, пишите их в комментариях под роликом.